Здравствуйте, коллеги и зрители канала «Я Прикмахер». Леонид Романов – создатель 27 авторских мастер-классов, номинант и участник, победитель многочисленных конкурсов и чемпионатов, создатель собственного бренда «Леонид Романов ХР». Приветствую, Леонид. Привет, Олечка. Ну, что я тебе скажу. У нас вряд ли сегодня получится очень чистое, тихое интервью, потому что мы, на самом деле, сегодня находимся просто в нашем пространстве красоты, где будет бегать наш салонный пёс, который не даёт нам покоя. Работают все мастера, будут все шуршать, работать, а мы с тобой будем просто общаться на фоне этого шумного интервью. Интервью. Шумного процесса. Так, я Лео отпущу, потому что, мне кажется, он же, знаешь, у нас он, как я, он вообще весь в меня. Он такой же неспокойный, как я, и ему лишь будет только на месте не сидеть. Ну что, с чего мы начнём? Леонид Романов – расскажи нам про то, как ты попал в профессию. Мы хотим с тобой поближе познакомиться. Расскажи, как ты пришёл именно к творческому процессу? Знаешь, я даже понял, какой-то вопрос мне задаёшь. Этот вопрос задают чаще всего большинство всех. И самое, что… Это, наверное, самое, что мне не всегда хочется рассказывать, потому что это не самая, как сказать, образовательная, что ли, часть моей жизни. Я, на самом деле, во-первых, никогда не хотел преподавать, потому что считал, что преподают те люди, которые не сложились в своей профессии. Почему? Потому что я сам не закончил школу, там, другими путями попал в институт, закончил институт Поплавского. Но, как всё это всё для начала произошло, я мальчик, который не учился в школе и работал на рынке, торговал, им держал свои точки торговые. Чуть позже я начал работать с цирком и работал, продавал билеты. Я всё время тянулся к заработку денег. Мне всё хотелось быть, наверное, очень богатым человеком. Я думал, что в деньгах счастье всегда. И параллельно я всегда был толстел, худел. И чтобы сохранить свою фигуру, я считал, что я очень толстый, я пошёл заниматься танцами. И именно там всё произошло. Пришла одна из наших... Я сам из Крыма. Пришла одна из таких кураторов крымских, такая тётка матёрая, невысокого роста, с большой чёрной халой на голове, такой ещё там банка была у неё, знаешь, заложена какая-нибудь консервная. И это всё замотано вот этим вот чёрным волосом. Она... У неё был свой театр причесок Лилии Юрьевны Лопакас. И когда она меня выбрала моделью, я это всё когда вот ощутил весь этот кайф подготовки модели, этот шоу, как всё готовится, как всё создаётся. То есть ты оказался с другой стороны. Я как раз-таки захотел, думаю, я хочу быть парикмахером. Ты знаешь, было очень много там... Просто это отдельное, я считаю, интервью, когда, знаешь, рассказать историю всю эту, чтобы прям углубиться. И ты знаешь, я в первую очередь, что я решил, я решил, что нужно заниматься творчеством, что это просто творческая история. Денег, на самом деле, мне хватило, чтобы этим всем начать заниматься, потому что я сам как бы из торговли. Хотя я ребёнок, и мне всего лишь там 15-14 лет. Я такой прогульщик. Очень... С таким, знаешь, как характером, наверное, который готов всё был порвать. Вот я всех сделаю, всё я смогу. И поэтому рвения мне хватало на всё. Я подключил друзей, друзей-знакомых, вот чтобы я думал, что я создаю что-то правильное. Я решил сделать театр Леонида Романова по прическам. И так оно началось. Я начал... Моя вообще карьера началась с того, что я начал с творчества. И, конечно же, я думаю, что это очень интересная тема, нам что вообще обсудить. Это именно творческая составляющая нашей профессии. Если я начал с творчества, то надо понимать, а кто спонсировал моё творчество на тот период? Может быть, мама? Ну вот я хотела спросить в таком возрасте, да? Где взять деньги на развитие? Я провёл только с мамой. Деньгами на развитие мне помогали все. Друзья. Какие-то деньги у меня были. Я же тебе говорю, всё-таки я занимался... У меня были точки торговые. И я начал всё покупать. Какие-то волосы, какие-то краски. Ничего не умел. Не понимал вообще, что это делать. Почему я сейчас беру учеников без образования? Ко мне можно прийти реально без образования, и я начну с тобой потихонечку заниматься. Если ты не пойдёшь, значит, ты не приживёшься. Видимо, я пытаюсь всех найти, и всех пытаюсь ссылить под своё подобие. Чтобы они прошли такой же путь. Но на самом деле я понимаю, что они уже не так идут. Они приходят ко мне, и я уже знаю, как их учить. А когда я начинал, мне никто не учил ничему. И та вот... Главное, чтобы жилка была, да? Слушай, это, скорее всего, жутко, конкретно вот прям рвение желания, надо всё-таки стать звездой. Мне так кажется. Крымского мальчика, который мечтает просто быть звездой. Не было такого прям... Когда я только уже начал более углубляться в эту профессию, тогда был Сергей Зверев. Но я, в принципе, не хотел, чтобы я хотел быть Сергеем Зверевым. Тогда было, знаешь, как престижно вообще иметь фотографии с какой-нибудь парикмахерской элитой того времени. Сейчас, честно говоря, там единицы кого-то увидишь с той эпохи, и они все живы, я их всех уважаю на самом деле и всегда ценю. Я, наверное, как всё-таки вот по жизни не зря попал в французский салон, работал с французским брендом. Это мне дало, знаешь, какую очень важную вещь? У меня было всегда уважение к старикам, уважение к возрасту, к профессиональному возрасту, когда тебе, допустим... К опыту. Вот, правильно, сказал, в опыту. Поэтому вот начал я свою всю эту историю именно с причесок. И помогали мне все по чуть-чуть, друзья. Кто-то там театр какой-то, договориться с театром, модели все бесплатно участвовать, готовы. Деньги были нужны только на волосы, на какие-нибудь краски, на какие-нибудь, не знаю, желатин, что-то ещё. И так началась моя карьера. И ты знаешь, когда я переехал в Москву, мне так жарко на самом деле, слушай, я уже беру эти цацки, это отдельная история касаемо вообще Москвы. Это ещё штучка, я буду без извинений, да? Принчать. Это очень важная история, знаешь, наш внешний вид. Когда мы просто едем в Москву, наряжаемся во всё самое лучшее, и привыкли в России всегда, что нас встречают по одёжке. Это так и есть, к сожалению, в нашей сфере. И приходится этому соответствовать. И все люди, клиенты идут к тому, кто типа яркий стилист. На самом деле, я тебе хочу сказать, что я не такой, как меня большинство людей видит. Меня можно в реальности увидеть в сторисах, в каких-нибудь, я не знаю, прийти к нам в салон, там просто прийти как клиент, как наш гость. И они видят мою самую реальность. Человек, который... То есть ты в рабочем состоянии совершенно... Я сейчас вообще сижу с тобой, просто я нарядился, чтобы, не знаю, поразить, наверное, наших зрителей. А на самом деле, это всё чисто просто для картинки. Потому что надо понимать, что я всё равно понимаю какие-то вещи в трендах, понимаю, какая на улице мода, направления. И пытаюсь, конечно, им соответствовать. Но по натуре, моя натура, я не люблю на самом деле ни кольца. Мне даже там, я Сергей ношу, но мне тяжело, допустим, носить. Стараюсь ничего не вместит душу. Всё мне мешает. Я на работе всегда в чёрной футболке. И какая форма у ребят? Они всегда работают во всём чёрном. Так удобно. А почему в чёрном? Потому что на фоне чёрной майки и там чёрной вообще одежды твоё лицо хорошо видно. Это, кстати, очень французская история. И они очень... Клиент, да, себя в зеркале видит лучше? Нет, они чётко отслеживают, что вообще ты сам как и есть, как бренд. Для них это очень важно. Каким бы ты ни работал, там, компания большой, с каким салоном, но ты и сам и есть бренд. Твоё лицо, твои руки. Это самое главное. То есть мастера. Слушай, мои руки-то теперь вообще, как бы знаешь, где бы они ни появились, их на видео сразу понятно, что это я. Я, в принципе, знаешь, мальчик, в этом плане не стеснительный. Мне кажется, это прям отдельная тема для разговора. Отдельная, да. Тату моё, это вообще... Все интересуют уже, где оно, в каком оно направлении. Где оно заканчивается. Да. Но оно, это как бы, правда, отдельная история. В общем, к чему мы с тобой пришли? Что, в принципе, творчество нуждается в деньгах. И в тот момент, когда я начал работать, уже всё-таки входить в парикмахерскую историю, я начал понимать, что я не могу заниматься продажами, что у меня как бы, ну, рыночной всей этой историей. Почему не могу? У меня не хватает времени. Нужно следить всё равно. Это отдельная часть бизнеса. Работа вообще с продажами, это отдельный бизнес. И мне пришлось его закрыть. И когда я его закрыл, я сел там со своей семьей, мы всё обсудили. Думаю, как же буду дальше жить? Мне говорят, ну что, надо начинать встреч, учиться. Всё прекрасно. Там ты пытаешься сделать себе карьеру. Такой ты классный, такой прекрасный. А зарабатывать как ты будешь? И вот меня отправили в салон, где сейчас у меня, это моя до сих пор подруга, и она была моим мастером. Я думаю, что, может быть, ты слышала, как вообще раньше было. Приводили, помимо училища, тебя могли привезти после училища к мастеру, и там нужно было забошлять денег, чтобы ты стояла при мастере и училась дальше. Ты всего лишь наблюдал за работой. На самом деле, у меня договорились за меня в салон, и я стал, как говорится, подмастерье, не бываю. Подмастерье, которое дали, в принципе, рабочее место. То, в принципе, и я сейчас даю. Я вообще, на самом деле, стараюсь стать условием нашим ребятам, как мне в свое время случайно создали мне эти условия. Единственное, что я всегда был ненасытный, я покупал все расчески, все пузырьки. Вот, наверное, на сегодняшний день я просто опять счастлив, потому что я реально мультибрендовый инфлюенсер. Человек – это тот, который может брать любой тюбик, его тестить, пробовать, не знаю, на запах, на текстуру и давать информацию честному людям. То есть, ты еще эксперт получишь. Да, это есть, по сути, эксперт, просто такое название. Но вот работая, конечно, с брендом L'Oréal Professionnel 15 лет, я не скажу, что мне было тяжело. Нет, просто это мои самые лучшие годы, я могу сказать. Это моя школа, это мое становление. Я сейчас прекрасно люблю, обожаю бренд L'Oréal Professionnel. Просто появилась возможность наконец-таки сейчас поработать со всеми. И это круто. И вот тогда я работал со всеми, пробовал все. Это было такое, знаешь, когда ко мне приходили, у меня, ну, мои коллеги даже думали, он идиот. Знаешь, там куча там всяких, у меня даже сейчас куча расчесок, у нас есть баки спрятаны с кучами расчесок, потому что я фанат хорошего инструмента, я фанат игрю хорошего продукта. И когда клиент приходил, он был удивлен, у меня, знаешь, там стоит 40 банок перед ним. Ну, раньше как, знаешь, чем больше выстоишь, на показуху все. Но было такое время, время показухи. Она, на самом деле, сейчас не исчезла, просто стало чуть, стиль поменялся. Но показуха не ушла, она стала другой. Просто она стала, может быть, немножко правильной. Что еще тебе сказать вот это про эту ипоху? Ну, вот расскажи, ты сейчас также принимаешь себе учеников? Да. То есть вот человек захочет стать твоим подмастерем. вы работаете учеником. И не называю их, что они у меня, они у меня все ассистенты. Есть мастера, есть старшие мастера. Но ассистент у нас, по сути, он мой помощник, но я заставляю их работать в зале. И у них есть система моделей. У нас модели приходят только за деньги. И если к ним приходит модель, модель оплачивает и за то, что часть каких-то расходников, ну, соответственно, я не беру за свое время, деньги не беру. С учеников я не беру деньги за обучение. Но и они не платят мне. Ну, понимаешь, да? То есть они не платят мне, и я не плачу им. У нас как бы обоюдная договоренность. И на самом деле я их не заставляю, не нравится тебе с нами дальше, не надо заставлять себя. И вот эти вот обязательства договоров у нас в России, у нас неправильное образование. У нас, если по документам, если договориться, чтобы человек был официально оформлен, я ему должен платить зарплату. То есть я учился, столько лет в себя вкладывал все, а теперь я должен ему заплатить зарплату и еще его учить. Вот такой у нас закон российский. Ну что, ну так живем. Поэтому это не страшно. Я думаю, что мы все люди творческие, и мы с ребятами договариваемся. И тех, кто, в принципе, внутри нет творчества, ему нет смысла с нами находиться. Потому что мы все-таки салон больше про творчество. Мы так и остались про творчество. Как мы зарабатываем, это отдельная история. Это история все равно наших клиентов. Давай посмотрим открыто на сейчас, на сегодняшний мир. Сейчас салоны все умирают. Все больше закрываются, закрываются. Часть переходит в каворкинги. Потому что пандемия тоже сделала свое дело. И каворкинги на сегодня, ну как мастер приходит, к нему приходит его клиент. Получается, что личность самого человека, опять же, она важна. Как я тебе говорил, что личный бренд и личный человек, вот это важно. К тебе придет твой клиент, который он прям твой. Он твой реально от всего, от мысли. Как ты одеваешься. Она думает, знаешь, мастеров слушаю, они говорят, ну кто, какие клиенты, она меня там достала. Посмотри, какая там она, вот там, это мне не нравится, он не нравится. Я говорю, посмотри на себя, это же просто ты. Это же клиенты твои, это ты. И если клиент мой знает, что я про творчество, он понимает, что я творю, они даже мне говорят, делай, что хочешь. Делай, как всегда. Мне стоит с ними один раз сесть поговорить, в самом начале нашего знакомства, понять, что нам нужно. Идеально провели диалог, выполнили работу, вы знаете, вы прям попали, то, что я хотела. Это тебе приятно. Да, удается вот так быстро распознать клиента. Оль, мне кажется, у меня многие мои друзья и близкие всегда говорят, причем у меня друзья попадаются наоборот такие, которые всегда мне говорят, можно сказать, гадости в лицо. Другой бы сказал, что это гадости, а на самом деле это просто правда. Зачастую, посмотри, у нас люди всегда говорят, что правду, когда слышат, говорят, что им говорят гадости. Просто правду никто не хочет слышать. Мне попалось так, что мои друзья говорят, что там мне правду. Возможно, мои клиенты меня любят листят мне, но они мне, значит, говорят всегда все хорошо. Самые смешные моменты получились сейчас, у нас сейчас ко мне записаться 4 года через депозит. И когда мы сделали, чтобы записаться через депозит, мы много узнали вещей, которым я не нравился. Когда клиент слышит, что нужен депозит, он говорит, ой, а мне по себе хорошо не понравилось. Надо же, как бы, знаешь, вот мы тут вы нашли всякие моменты. А в целом, ты знаешь, да, я быстро нахожу, что нужно человеку. Во-первых, я не пытаюсь. Вот скажи, вот у тебя есть какие-то 5, ну, 5 вопросов, которые ты задаешь клиенту, которые тебе помогают распознать человека? Да, наверное. Ты знаешь, я никогда об этом не задумывался, потому что, смотри, почему 27 авторских мастер-классов? Да. Потому что они у меня на разную тему. Моя проблема на сегодняшний день в том, что я выполняю все. Я выполняю, занимаюсь колористикой отдельно, занимаюсь брондами, занимаюсь блондинками, занимаюсь завивкой, занимаюсь стрижками, занимаюсь артом, занимаюсь фотографией, как обработкой, как занимаюсь инстаграмм с ключом, как вот этим заниматься. То есть, их много там. Занимаюсь прическами, но определенными прическами. Я не беру на себя историю вот этих красивых рельефных форм, там, как делают, например, там, Кристинка Федорова. Я его не хотел, не хочу просто даже назвать больших имен, они ни к чему, потому что есть молодые, есть молодые классные, поэтому я назвал Кристина Федорова. Ну так пять вопросов, которые ты задаешь клиенту. Нет, я пытаюсь к ним прийти. Первое, к чему эти мастер-классы? Вот нет у меня такого мастер-класса, как вот именно делиться опытом. Это, скорее всего, оно и так есть. Когда я разведу мастер-класс, мне кто-нибудь спросит, я это скажу. Первое, что я спрашиваю всегда, что вы хотите ощущать? Я никогда не говорю, что вам сделать. Никогда не говорю, что вам подстричь, что вам покрасить. Я не беру палитру, не падаю в колени, не даю тебе краску. Выбери что-нибудь, я тебя покрашу. Получается тогда, что не я тебя буду делать, а ты мне будешь указывать, как с тобой работать. Поэтому мой первый вопрос, что вы хотите ощутить от нашего с вами знакомства? Как вы дома укладываете волосы? Какая ваша работа? Кем вы работаете? Какой ваш стиль? Давайте посмотрим. У меня еще ребята сейчас очень просят, когда прислать свои фотографии. То есть я уже заранее знаю, кто ко мне придет. Сейчас легче стало. А раньше я не знал человека, понимаешь? Сейчас я уже знаю, кто ко мне придет. Я примерно стараюсь посмотреть, что как лучше. Мы просим представить несколько фотографий, что человеку нравится, на что он ориентируется. И тут я начинаю думать, хватит ли у него столько количества волос, какая плотность волос, какой текстуры волос. Ну это уже следующий шаг, наверное, диагностикой. Может быть мне легко в жизни удалось понять это. Потому что я смотрю на многих ребят со стороны и, как тебе сказать, я понимаю их проблемы. Их самая важная проблема большинства ребят, они на что переживают, а как смешать краску, даже имея знание, знание колористики, как что смешать, что с чем. Они переживают, как это ляжет на волосы клиента. Получится ли тот нюанс? Они вот на меня смотрят и думают, ну как ты так делаешь? Почему ты вот краску смешал, накидал туда чего-то, посмотрел? Я им всегда говорю, вы мне когда краску разводите, возьмите мишье. Мишье это палитра, это на француз. Не то, что я там, знаешь, это тоже такая смешная история. У нас есть одна дама, у нее как не своя, у нее есть сеть франчайзинга здесь, в России. И она когда-то на международном форуме на Лореаль, она русская девушка. Говорила, говорила только, ой, забыла как-то по-русски. Мне даже когда-то смешно, думаю, господи, забыла на русский язык. Я не потому, что, знаешь, как на тебя прилипло. Допустим, итальянцы Вальде Коппола зажимы называют клеммы. И француз сейчас называют клеммы. И ты просто, потому что где-то работал, я работал в Де Санжо, слушаю, 8 лет, стал директором Де Санжо. Обычно Де Санжо становятся экспаты директорами. Их приглашают за границы. А я, видимо, попал в такое время, знаешь, безумных денег в Москву, 2004-2005 год, когда, ну, правда, повезло. Вот, я тебе говорю, это вот мои друзья всегда говорят, знаешь, как они мне в лицо всегда говорят, да что ты вообще, тебе просто везет все время. Это не потому что ты талантливый, не потому что там ты какой-то необыкновенный, тебе просто везет. Вот когда-нибудь исчезнет твоя везучесть, знаешь, начнутся у тебя проблемы. Ты слушай, вот так честно, ну, везло мне всегда. Везет с клиентами с хорошими, везет с попаданиями в их цель, свет, везет с формой, везет мне, знаешь, у нас сейчас, мы с тобой, я думаю, еще можешь поговорим про ТикТок и про все эти, всю эту историю. Обязательно. Но я тебе хочу сказать, что на сегодняшний день я понимаю, что вообще ничего не надо бояться ребятам, не бояться хейтеров, не бояться уметь совладать с похвалой. Совладать с похвалой вообще многие не могут, не многие. Тут недавно у нас прошел конкурс РХДА. Не буду разбирать все его темы, но у меня, представляешь, появились некоторые хейтеры, которые на мое высказывание там написали кучу вещей, смешали меня с Пашей Ахапкиным, что типа я никогда не добьюсь его успехов. На самом деле я отношусь к Пашиному творчеству, к Ахапкину. Гениальный человек, талантливый. Таких талантливых на самом деле очень много гениальных и талантливых. И никто из них, из нас не пытается кого-то переплюнуть. Каждый делает свое дело. Каждый идет свою дорогу. Каждый не будет, во-первых, повторять чью-то или иную работу. А иногда даже стоит. Она не будет такой. Она будет все равно... Слушай, или знаешь, как сказать, неужели стрижку каре никто не стрижет? Один подстриг кто-нибудь, да, в жизни? Клеопатрии еще. И больше никто не повторяет. Мы все повторяем, мы все делаем, что уже делали. Мы просто перерабатываем на свой лад. Прятку положили вправо, влево, наверх, вниз. Ну, это уже индивидуальный нюанс. Поэтому я вот глянусь к ребятам, говорю, не надо ничего бояться. Ни хейтеров, никого. Делайте свое дело. А люди, которые вокруг будут вас жужжать что-то, пчелки, которые жалят, жалят, жалят. Пчелка же она ужалила и умерла. И все. Иди вопрос еще. Ну, скажи, ты прекрасный пример построения личного бренда. Не только личного. Будем с тобой про косметику говорить? Нет, конечно. И не только про косметику. Слушай, ну, для этого... Я понял, к чему ты ведешь. Это очень классный вопрос. Да, должно быть для этого именно какой-то талант должен быть, потому что не каждому удается этот личностный бренд построить. Нет, нет. Это все... Это все работа? Это все труд. Это все работа кучи людей. Это работа моей команды. Вот сейчас работает Денис, и он готовит для меня шоу всякие штуки. По сути, должен я готовить. А мы сейчас с тобой разговариваем, потому что у нас с тобой сейчас интервью. Параллельно сидим в кабинете Леша, который договаривается о куче других мероприятий и параллельно, возможно, там решает проблемы с какой-нибудь упаковкой, с каким-то интервью, с каким-то выступлением. Вот так делается личностный бренд. Командой. 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 Не может человек сам себе сделать личный бренд. Не верьте никому, это неправда. Короче, что я хочу донести на самом деле? Какую информацию? Очень важную. Что любому личностному бренду помогают другие. Это 100%. The Sanj мне помог обучением и багажом как тренера. L'Oreal помог также обучение как тренера и дал мне толчок знакомства с людьми, дал мне славу. Я буду всегда говорить, что эти компании принесли мне и дали мне хорошую дорогу вперед. Мои победы, они все шли параллельно, потому что я с утра ночью не спал, что-то делал. Любая, допустим, вот чтобы тебе пример, допустим, даже косметика. Мы долго выбирали, искали с кем работать. Потом каждую баночку, наклеечку я все, это несколькими месяцами думаю, как это должно быть. Параллельно мы делаем еще какие-то вещи, там можешь какой-то запустить один продукт, другой. Пробуем, нам не нравится. Это все годы идут. Личностный бренд. А все по крупицам складывается. Он по мелочам. Слушай, ну мне уже 40 лет исполнилось. Де Санж, как говорят, Де Санж свою карьеру начал 40 лет. Но никто не знает, как ее начал Де Санж. Во-первых, Де Санж не был никогда парикмахером, хотя все думают, что Де Санж это парикмахер. У Де Санжа было 5 заводов с декоративной косметикой. Он собрал крутых людей, они сделали, сейчас из головы просто вылетело имя, кто создал вообще технику Де Санж. Бруно. Был такой стилист. Бруно создал технику Де Санж. Стрижки. Они вышли с Каннским фестивалем, и они продавали в своих салонах декоративную косметику. Вот так они стали очень интересными по всему миру. Они сделали такую огромную сетку. Вот так Де Санж стал известным в 40 лет. Это нужно было много труда. Иметь за своей спиной уже кучу там заводов, пароходов, все остальное. Ничего не происходит просто так. Если вы видите, что вылетает какой-то личностный бренд, скорее всего, за него кроется. Либо деньги. Ничего простого, просто так нет. У меня кроется за моей спиной колоссальный труд кучи людей. Моих друзей, моих помощников, моих ангелов-хранителей не делает один человек личностный бренд. Не говоря о наших 11 аккаунтах Instagram. Да? Я думаю, тебя эта тема волнует очень сильно. Да, меня очень волнует. Эта тема вообще волнует всех. Я только сегодня узнала, что их оказывается 11. 11, да. Но смотри, два из них, они выбиваются. Почему? Один аккаунт относится к ассоциации от Куфюр Францесс. Так как я являюсь арт-директором ассоциации от Куфюр, это ассоциации 70 лет. Его называют ребенком Лориаль Профессионель, но у меня немножко на счет другое мнение. Если тебе будет прям очень интересно, я могу рассказать. Но это такая долгая история, но у меня свое мнение на этот счет. Это ассоциация элитных парикмахеров мира. Туда входит очень много. И вот такой значочек, потом, если хочешь, можете показать его, который у нас висит. У нас раньше были на стенах, но мы убрали. Потому что немножко мне хочется... Вообще, у меня другой еще стал салон. HCF, да? Да, HCF. И эта тема касается больше творческих парикмахеров, творческих салонов. И нужно платить взнос всего лишь тысячу евро в год за то, что ты находишься в ассоциации. Но русский человек и парикмахер не понимает, за что он должен заплатить эту тысячу евро. Это люди, которые не выросли в европейских законах, что если ты хочешь быть в элитном каком-то обществе, как вот там британская какая-нибудь, не знаю, французская, британская там, не знаю, школа, колледж, что-то еще. Ты должен вносить взносы, финансовые денег, на что ассоциация будет жить. Но русский человек всегда считает, а сколько... Нет, первое, первое. А сколько они зарабатывают на нас? А сколько мы... Сколько мы получим знаний? А кто за нас вступится? Понимаешь? И начинаешь думать. Что дает ассоциация на самом деле? Да, расскажи вот, что дает ассоциация. Во-первых, два закрытых шоу в Париже. Сейчас пандемия, мы никуда не едем, да? Это еще проблема. За что мы платим? А сейчас коллекции, назовем их не то, что они сильные, просто мы готовы уже в ассоциации, скапливаются такие сильные мастера, что создают сами свои коллекции. И вот здесь нужно понимать, ты вступаешь в ассоциацию в первую очередь, чтобы стать в элитарном обществе, чтобы приезжать в Париж, смотреть шоу, встречаться с международной коллегией парикмахеров, туда никто ни другой не может войти, только люди, которые вносят взносы. И это огромный зал Лувра, карусель людей, полный, понимаешь? И когда ты общаешься с президентами разных стран и ассоциаций, когда ты общаешься с этими мэтрами, самое что интересное, я не знаю ни одного языка. Я русский-то плохо знаю, у меня ошибки везде. И меня поправляют часто ржом, у меня всегда ошибки. Я как вообще, я все-таки, знаешь, не зря в школе я не учился. У меня везде ошибки. Но, слушай, есть для этого люди, которые копирайтеры, они помогают. Я стараюсь учиться, стараюсь себя даже ловить на мысли, когда я говорю неправильно. И вот, когда ты общаешься с кем-то из них, то кто-то говорит на французском, на английском, а я не знаю ничего. Что думаешь, я с ними разговариваю? На ком-то ломаном французском, на ком-то ломаном английском. Мы друга понимаем. А если мы говорим про творчество, мы вообще понимаем друг друга. Без слов. Да, но зачастую есть всегда кто-то рядом, кто знает язык. И очень легко. И вот эти вот, вот это вот ощущение, во-первых, по сменной обстановке, поехать куда-то за границу, с кем-то пообщаться, даже погулять по Париже там, или куда-нибудь, если ассоциация, ездить в другую страну и где-то встречаться. Это круто. Да, ты смотришь роскошное шоу. На это шоу нужны же деньги тоже, чтобы его создавать. На коллекции нужны деньги. Вот за это и платишь взносы. Но плюс еще российская ассоциация, наша российская дает, мы тоже собираем мастер-классы, куча всего. Сейчас единственное, что ассоциация вышла из Лориаль Профессионель. Они рассосались немножко. И ассоциация немножко такое терпит тяжелое время, но я уверен, что сейчас чуть-чуть все наладится. Париж когда откроется, мы возобновимся, вдохнем новый воздух, потому что французы нарвали полностью молодую команду. То, о чем я говорил, часть стариков осталась. Арт-директор взяли очень древнего, и он очень талантливый. И молодняк взяли на, которые реально творцы по миру. Это будет очень круто. Я жду этой возможности, чтобы уже поехать в Париж и начать вдохновляться, делать что-то еще дальше, развиваться, делать какие-то крутые вещи. То есть сейчас можно поддержать нашу российскую... Слушай, можно поддержать, но у нас осталось из 40 человек в ассоциации, где-то там 15 салонов. Вступает не мастер, вступает только салон. Вот в чем проблема. И у нас получается, что вступают в салон директора, которые считают обеспеченные салоны, которые могут себе это позволить, понимаешь? И они выдвигают код своего мастера. Бывает талантливых, а бывает неталантливых. А моя задача – говорить же правду. И вот сейчас в эпохе ассоциации самый вредный арт-директор в России. Человек, который говорит в лицо правду. Не нравится. Говнятину сделала. Это Леонид Романов. Это такой я. Ну, что сделать? Ну, может быть, стал грубый. Я не то, что я... Ну, я честный. Я не хочу выдумывать. Я хочу... Пыль в глаза не пускаешь. Это, понимаешь, когда ты ведешь ассоциацию, и на тебе вот как бы лицо, и какая картинка выйдет, когда они говорят, я что-то работала, делала классно, это хорошо. Мне не нравится. Пока я арт-директор, возьмите другого. Не проблема. Раз уже здесь я, то мы будем делать. А я задержался лет уже на шесть. И я считаю, что... Спасибо президенту Лелли Свежинцевой за это, что она меня держит, знаешь, как там... Вообще, может, это неправильно, порадать другому другу. Я говорю, давайте другого возьмем. Честно, пока вот надо подумать, кому-то предложить. Потому что это ответственность. И пока это ответственность на мне, я буду всегда говорить, мне это не нравится. Просто моя задача. Давайте сделаем так. Мы сняли очень много коллекций красивых. Мы сняли для ассоциации в Чарыне, в Каньоне, в Казахстане с Ольгой Бабич роскошную коллекцию. Думаю, ты видела девочку с розовыми косами. Конечно, конечно. Это вот что касается... Я вот прям четко говорю, вот даже сейчас. Супер, что это ваше интервью. У вас смотрят огромное количество парикмахеров. Я больше никогда не буду участвовать в российских конкурсах. И тем более РХДА. Никогда. Потому что твои работы, к сожалению, это наши русские коллеги. И твои работы никогда не доходят до иностранцев. А когда мои работы смотрят иностранцы, я нахожусь в одном ряду с Энтони Москоло, с Анджелес Семинары. Понимаешь? Конечно. Поэтому мне это не нужно. И мои ребятки пусть участвуют дальше, если захотят. Я их буду поддерживать, потому что это круто. Это как бы их творчество. Но мы с тобой уже поговорили, что творчество не оплачивается. Кто помогает вообще в творчестве? То есть своя работа приходится самостоятельно потом продвигать? Либо ты берешь свои денежки. Конечно. И создаешь коллекции. Моим мастерам, некоторым везет. И ранее, которые от нас ушли, у нас очень много материала для снятия красивых коллекций. У нас есть и дополнительная роскошь. Мы называем, кстати, волосы дополнительной роскошью. Мы никогда не говорим накладные патлы, волосы, мочалка. Я столько слышал названий смешных на волосы. Мы называем этот наш бутик. Это дополнительная роскошь. То, где ты можешь взять себе систему замещения волос. Это очень дорого стоит. Конечно. Каждый, допустим, прядь, к примеру, 2,5 тысячи рублей она стоит. По сути, на сегодняшний день многие зарабатывают. У нас некоторые люди, там, 2 тысячи в день за выход. Пусть проценты заработали. Прикинь, сколько нужно денег, чтобы что-то создать. А в каком-нибудь образе, может быть, вот примерно самая средняя коллекция, которую мы снимаем, она с меня берет моих личных денег. Это еще без компании, без поддержки. 150 тысяч рублей. В основном бывает оператор. В основном входит всегда фотограф. Какие-то доставка, еда, модели покормить. Мы не платим моделям. Мы стараемся на этих классах договориться. Один раз платил моделям. Красивая была коллекция. Не зашла ни в один журнал. Все сказали, очень фэшн. Не взял ни один журнал. Я, честно говоря, без обид. Я давно уже, в принципе, честно, срал на все журналы. Сейчас есть Инстаграм. Никто журналы не читает, не листает. Смотрят только ТВ. Смотрят только сторисы. И твои работы, к сожалению, все говорят, а куда вот работы делать? Куда их печатать? Вы делаете все работы для себя. В первую очередь для себя. Вы эти снимаете коллекции, чтобы радовать себя, свое самолюбие тешить. Ты как раз об этом очень много знаешь. Потому что ты же и автор работ, печатавшихся в журналах бумажных. Слушай, у меня вот такая стопка по листочку, не по журналу, а по листочку собранного журналов. Куда мне этот талмуд девать? Я говорю, самое круто, как иметь какое-нибудь помещение, где обклеить всю стену и просто радоваться этим фотом обоем. Ты знаешь, это просто до смешного доходит. У меня есть интервью в журнале «Эль», чтобы ко мне приходили люди на окрашивание в «Де Санж». У меня не пришел ни один человек. Вот тебе конверсия журналов. Да, сейчас умирают печатные издания. Это было давно, когда это типа считалось круто. А сейчас я считаю, да, я считаю, что они умерли. Но я вот скажу свое внутреннее, я обожаю печатные издания. Посмотри, у меня там книги спят. Ну, какое удовольствие, да, доставляю за листание. Я обожаю листать книги, я обожаю листать журнал. Я обожаю кому-то из клиентов или друзей показать журнал. А если тебе еще обложь, какое счастье. Теперь мне остается радость. На самом деле, мне грустно. Это я называю, что я просто старею. И мне грустно, когда мои работы, даже вот сейчас иностранцы их часто выкладывают, мои работы. Я делаю перепосты в свое. Мне приятно, но мне грустно. Я не могу это потрогать, к сожалению. Только отскринин. Надо привыкать. Ну, отскринин, и что? Оно потеряется в наши тысячи наскрининных фотографиях. В общем, грустно. Слушай, но при этом вот у тебя же коллаборация с телевидением. С модным приговором? И я тебе хочу сказать, что это вот... Мне так бывает жалко ребят, когда они идут на модный приговор, честно. Потому что там главные стилисты, не та группа, какова вы знаете, да, по сути. Не ведущие, не... В общем, ведущие вообще к этому не имеют никакого отношения. Они работают... Мы сейчас узнаем тайну. Все немножечко тайны о модном приговоре. Там работают люди, они профессионалы, бесспорно. Но эти люди не уважают вообще, с кем они работают, с парикмахеров. Они к ним относятся как иногда, как с собаками. Я когда это смотрю, мне так жалко их. И я в этот момент думаю, блин, ребята, держитесь, пожалуйста. Не нагрубите этим стилистам, потому что это будет некрасиво. Это же ляжет пятном на наше имя. Не их же ляжет на имя, а на имя Леонид Романов Хейр. Я просто, знаешь, как вот думаю, боже, мне повезло с ребятами, что они терпят и идут на такие проекты. И многие хотят, думают, там денег платят. Денег не платят. Ты берешь косметику с собой, свою, личную. Это было... Опять же, мы перейдем, как помогают бренды. Берешь свой инструмент, берешь кучу своей косметики и за бесплатно работаешь, чтобы имя вашего салона, возможно, даже не ребят, просто в титрах пролетело где-то как-то. Конечно, я их уважаю за этот ход. И если многие думают, что журналы тоже платят за съемки, не платят. Не платят никакие журналы за съемки. Есть очень много парикмахеров, которые работают на съемках, на проектах. Так все круто. Друзья, единицы. Я, на самом деле, немного заработал на съемочных проектах. Был один проект, где мне заплатили 600 тысяч. Это был огромный проект, спектакль, где я готовил огромную кучу голов. Там прям создавал для Ринаты Литвиновой делал, для Аллы Демидовой, для Хабенского. То есть была там целая история. Скорее всего, это не один раз было. Потом другой спектакль, знаешь, там 300 тысяч ты заработал на другом спектакле. А потом, допустим, какая-то съемка известная, 70 тысяч. Ну вот, сказать, что потом были еще какие-то. Ну, может быть, 5-3, а зачастую это все бесплатно. Ты тратишь свой день, ты тратишь свое время. У нас вообще не оценивают время парикмахера. Зачастую на себя визажисты взяли работу парикмахера на себя. Ну, блин, так живет российский рынок. Ничего ты с этим сделать не можешь. Но все равно находятся моменты, все равно находятся просланы, которые говорят, Леонид, мы хотим работать именно с вами, с вашей командой. Леонид, мы хотим вот такие-таки образы, как вы делаете, чтобы они были у нас. А зачастую еще, к сожалению, наверное, вот, а может и счастью, что мы так живем. У нас есть такая история, вот ты друг к дружке своей парикмахер, а ты говоришь, там, Оль, мы фильм снимаем. Ты такая, у меня все есть, сейчас я всех дам. Так, Светка у меня соседка, она парикмахер. Так, еще, может быть, договорюсь, что и мне денежка еще перепадет. Так, ты пойдешь там чесать, ты пойдешь что? И получается какая-то говнятина. Все подружески разложили все. В Европе и за границей такого нет. Нет, есть контракт, есть агентство. Агентство дает свои, там, вот, мне все заставляют, я просто страшно лентяй. Мне просто столько дел и не успевают. Меня заставляют отдать свои работы в агентство, чтобы меня могли вызывать. Ведь я же неоднократно ездил на международные недели моды. И работал с классными вообще и чуваками, и девчонками. Опять же, не зная языка, мы с моей подружкой Катькой Крупадеровой ездили на парижскую неделю моды. Помню, спали в аэропорту на полу, но мы так вот горели этим, чтобы прикоснуться прекрасно. Я работал с невероятным... Вылетела... Как вы? Не буду говорить, потому что он японец. Мы работали с ним на одном шоу. Это было невероятно. Но модели все русские, девки. И они все говорят на... В общем, все было очень... Вообще, это очень крутая, крутая атмосфера. И наша профессия настолько заряжает, что... Ну... Я хотела тебя спросить, пока мы от этой темы не ушли. Печатные издания умерли. Телевидение не для всех доступное, я думаю. Что... А кто его смотрит? Многие его не смотрят. Куда податься прикмахеру, чтобы себя развить? Куда податься? Да, что сейчас нужно делать? Что, развивать Инстаграм? Я буду двигать Инстаграм развивать 100%. Я уже 10 лет назад говорил, что это Инстаграм, это паспорт для парикмахера. Если у тебя нет Инстаграм, тебя не существует. Вот без обид, тебя не существует. Кто ты? Ты рассказывай кому что угодно. Клиент сейчас первым делом... Лезет в Инстаграм. Лезет в Инстаграм. Но... Да, лезет в Инстаграм. Все равно... Я знаю, ты сейчас... На первом месте у меня все-таки сарафанное радио. Если ты сделала пару, там, тройку своих, или сделал каких-то своих друзей, классно, за деньги, не бесплатно. Конечно. За бесплатно прибежит кто угодно. А вот взяла хотя бы с них закраски, за что-то еще. Вот начала свой путь, и людям нравится, начинаешь работать. Сарафанное радио первое. Потом собираешь портфолио, и начинаешь вести свой Инстаграм. Кто-то интересное увидит, кто-то... Это уже тут свой вкус. Это отдельная история Инстаграм парикмакера. Это уже зависит, да. Вот, потому что иногда твой Инстаграм превращается просто в волосы, и люди говорят, ой, я не хочу смотреть волосы. Вот, а зачастую это колоссальный труд. Слушай, ну... Вот у меня как раз там 11 аккаунтов. Мы как раз начали говорить, почему про ассоциацию. И мы с тобой зашли, я унесся, ты меня не останавливаешь. Мы договорились, ты будешь меня останавливать, когда меня унесет. Друзья, а я вообще на самом деле в мыслях просто настолько полетный. Мне нужно просто останавливать, потому что багаж огромный. Знаю я, правда, реально много. Готов всем поделиться, но интервью маленькое, надо все... А ты меня не останавливаешь, видимо, слушаешь, слушаешь. Короче, мы с тобой начали говорить про ассоциацию, помнишь, я тебе сказал, что у нас 11 аккаунтов, едва не... Как бы вроде не связаны, это ассоциация сама по себе. Я занимаюсь этим аккаунтом, но я туда иногда вот захожу и выложу работу, я смотрю, как бы, чтобы он был красивый. Я туда ничего лишнего не выкладываю. Информацию от французов, каких-то работы наших ребят, из нашей команды от Куфер Францесс. Не ребят моих с самого салона. Если мне нравится какая-то работа моего салона или моя, я выкладываю. Зачастую там смотришь, там частенько там мои работы. Вот, правда. Ну, блин, ребят, ну, сделайте тогда работы, чтобы они мне понравились. Я вот про это и говорю. Понимаешь, сделайте классные работы, я выложу. Я раньше выкладывал на страну, сейчас перестал. Все-таки я хочу, чтобы у русской ассоциации было свое лицо. Для меня это очень важно. И спасибо Этого Лилису, президенту ассоциации, что она меня поддерживает. И вот я стараюсь ее... Все-таки я всегда с ней посоветуюсь. Она мне всегда скажет, Леня, ну, давай так. Она очень мягкий человек, это ее большая проблема, я всегда говорю. Из нее можно видеть веревки, хотя она очень сильная личность. Она шикарный педагог. Она также парикмахер преподает курсы по окрашиванию, по прическам. Просто она, когда со мной начала работать, многие считают, даже есть сплетни, что одна рыжая баба, как говорят многие в разных городах, двигает Романово. Рыжая баба – это Лыла Свеженцева. И она не то, что двигает. Она, когда меня увидела в свое время, когда я пришел в ассоциацию, я был просто членом. Чтобы стать членом ассоциации, я за свои деньги вез этот взнос. А работая в Де Санджи, я не мог из сетевого салона невозможно вступить. И я нашел подругу, через какой салон я вступил туда. Потом моя подруга сама вступала уже, когда я дальше открыл свою историю. Это была целая история. Конечно, Лыла смотрела на меня, как я рос. Потом она, видимо, их там было много, их много в команде было. Я говорю, давайте мы этого мальчика потянем в команду. Да, посмотрела за мной. Когда нужно было найти арт-директора, мне вообще о том сказали, что я арт-директор, мне сообщили в коридоре перед собранием, там большим ассоциацией. Со мной там стало Лореаль, управление Лореалей. И стояла Лос-Винц. Они говорят, слушай, ну, приняли решение, ты будешь арт-директором. Это было вообще, честно говоря, я, во-первых, никогда не хотел. Я знал, что это за ответственность. Я знал свой характер, что я буду неприятным человеком. Не потому, что я... Лео пришел ко всем это полазить. Это наш салонный пес, сейчас про него расскажем. И не потому, что я там плохой или злой, а потому, что я говорю свою точку зрения. Ведь вкусы тоже разные. Кому-то нравится такое, а кому-то такое. Вот они вот выбрали в период, вот арт-директора мой, да? Вот так попалось. И вот будут работы в этом ключе. Давай закроем эту тему как бы ассоциацией, что это реально существует в России, очень крутая штука. Пишите, там отвечу на эти вопросы. И вообще это классная тема. Да, кто заинтересовался, можно поддельно обсуждать, конечно. Второй аккаунт, это мой личный. Он называется Лео Романов Лайф. Он черно-белый, там картинка, он раньше был вообще закрытый. Когда я работал в Лореаль, он был полностью закрыт. И даже в закрытом варианте, он пили мне кровь по нему. Потому что когда ты творческий парень в Лореаль, тебя каждый... За каждый шаг, наверное, да? Тебя просто все время писали такие письма Лореаль, чтобы меня там наказали. Хотя аккаунт был закрыт. И когда я ушел из Лореаль, я открыл аккаунт. Там ничего такого нет. Там на самом деле я просто, бывает, выкладываю вдохновляющие картинки, что меня вдохновляет. Выкладываю, как я живу, как я ем. Выкладываю свои портреты, которые я страшно фотошоплю. А вот расскажи, расскажи, все-таки то, что ты выкладываешь, и то, какое ты на самом деле... Это одно и то же? Лайф очень похож. Это я. На улице с собакой. В Таиланде, в Крыму. Можно сказать, в чем мать бывает родила, понимаешь, там и все такое. Ну да, там искренне я. А все-таки взять аккаунт Леонид Романов это четкий выстроенный аккаунт на бизнес. Мы зарабатываем на нем на рекламе. Мы зарабатываем на нем за счет... Даже вас привлечь к себе тоже для этого. Это имеет значение. Вы что же выбираете лучших, чтобы у вас были лучшие? Это все работает. Вот все аккаунты пашут на один Леонид Романов, нижнее подчеркивание. Вот все дают информацию, чтобы все сливалось в него. Понимаешь? Это было такое принято давно решение мной. Почему? Разбить все по мононаправлению. И дальше сейчас разобраться. Мы до конца не разбили. Ну вот давай еще перечислим, какие у тебя есть профили. У нас сейчас есть аккаунт молодые, два молодых аккаунта. Один Романов Блон, другой Романов Кудри Про. Романов Кудри Про – это вообще аккаунт про текстуры, про завивки, про кудри, про стрижки, про стайлинги. Это вот мы не могли... Не обязательно про завивку, да? Мы не могли делать именно аккаунт, знаешь, связанный с стрижкой еще. Но просто иметь еще 12-й аккаунт, ну, уже смешно просто. Во-первых, физически невозможно. Школа, она анонсирует, какие мастер-классы где проходят, какие мастер-классы есть, как они выглядят, что, чего. У него аккаунта полно своей работы, понимаешь? Есть школа онлайн, там за деньги мастер-классы. Он закрытый, да? Он закрытый. Ты платишь 5000 рублей, заходишь в это пространство и учишься вот всегда, вот за эти 5, всю жизнь. Вот сколько он будет, буду я вот выкладывать, сколько ты будешь учиться? Это копейки. За 5000 рублей. Знаешь, что люди пишут? Можно я посмотрю хотя бы за 1000? Висит, висит в запросе 400 человек. Их всех оповестили о деньгах, никто не хочет платить. Понимаешь? Да пожалуйста. Мы ведем прямые эфиры. Они считают, что этого достаточно. Но вы в прямых эфирах никогда не увидите то, что я вам скажу в том аккаунте. А в том аккаунте за деньги вы никогда не увидите, что такое обучение в офлайн. Когда я вот с тобой сижу и говорю, ты не так делаешь. Надо вот так. И даже там модель сидит, мы потом покажем с тобой, как мы будем дальше его красить. То есть вообще вот много-много этих моментов. Кище по блонду только тотал блонд. А пока Леонид Романов колор про все окрашивание. Цветные, бронзинки, там смена цвета. Все, что касается колористики и брендов по колористике. Сейчас я буду уделять очень большое значение всем брендам. У меня нет значения. Люксовый бренд или самый дешевый. Моя задача просто работать всеми продуктами и понимать, какие реально крутые. Есть очень много продуктов из недорогих брендов, шикарных продуктов. Но есть из дорогих брендов такие шикарные продукты. Будешь делиться информацией. И сейчас будет уже отсняли. На самом деле отсняли первый проект. У нас был про соли. Мы брали у брендов соль. Первое вообще было, мы не брали, а мы купили кучу соли и делали на них разборки. Скоро мы их выложим. Мы все просто собираем очень много информации. А второй проект называется Романов Блонд, где мы предложили брендам в этом поучаствовать. И многие не побоялись. И они получат за эту, как говорится, на самом деле большая благодарность. Я называю, вот это называется спонсорство и помощь. Когда бренды тебе дают поддержку и ты можешь пробовать все. И у нас выйдет коллекция по блондинкам Total Blonde и выйдет красивый фильм. Он такой артовый. Я иногда выкладываю сейчас кусочки, иногда такие, они матово-белые. Все говорят, что это, что это. Это выйдет скоро фильм про Романов Блонд. Именно артовый фильм, который не, там не ничего я рассказываю, а просто вот модели в белом, вот они все белое и белые головы. Это вот Романов Блонд проект. Что еще не рассказал тебе? Какие еще не назвали? Давай мы расскажем, что мы сегодня с тобой планируем еще показать некоторые детали твоего арта. Расскажи, чем ты поделишься сегодня. Ты знаешь, на самом деле, что такое вообще арт? Арт, это многие думают, ну что такая чепуха, какая-то грязь, какая-то непонятная штука. Раньше меня вообще за это гнобили все и говорили, что это никому не нужно, никому не интересно. А когда появилась Леди Гага, все что-то вздрогнули и что-то опять вспомнили. Но Леди Гага здесь ни при чем. Арт это, давайте будем называть это еще, по-русски, авангард. Любят так называть, на самом деле, это просто искусство, ничего такого, никакого авангарда в этом нет. Это на сегодняшний день вообще многие фотографии, многие вообще мастера побеждают и выигрывают, не за счет того, что они талантливые даже сами. Иногда выигрывает модель, иногда выигрывает образ, а зачастую выигрывает фотография. А кто ее сделал? Фотограф. То есть, сейчас конкурс фотографов. Поэтому, все когда, часто вообще до смешного доходит, когда фотографы письками меряются, кто из них вообще крутой. И даже у многих фотографов есть список, и они тебе присылают, хочешь выиграть конкурс, это стоит столько-то. Понимаешь? То есть, они никак не связаны вообще с судьями, просто они уже знают, что у нас, если будешь снимать, ты выиграешь. Вот. Ну, молодцы, это тоже бизнес. Поэтому арт, это месячные, прямо вот месячные, другого слова сказать, подготовки. Там, ежемесячные, каждодневные. Вот мы, допустим, одну вот прятаем, мы готовим, мы тебе потом, потом попозже мы с тобой покажем. То есть, эти конструкции, у меня было давно шоу одно большое, называлось «Венецианский распутник», где я представлял свою коллекцию одежды. У меня была история, когда я покупал фабрику и думал, я буду дизайнером. Знаешь, история жизни от денег, заработка, это, куда я потратил много денег, когда, ну, я хорошо зарабатывал и сейчас зарабатываю нормально. Просто все уходит, так спроси, у тебя есть деньги? Нету. Все уходит на какие-то дела, на какие-то закупки, на какие-то проекты. Чем больше денег, тем меньше денег. Вот поэтому вернуться к карту, это огромное вложение финансовое. Волосы стоят денег, это раз. Это, наверное, самое из дорогих направлений. Волосы тебе, нету брендов, которые тебе подарят волос, скажут, давай твори. Нету. Один раз в жизни была такая моя история, когда я создавал шляпы из волос, и меня спонсировал Hair Talk, или Talk, такая есть компания. Так, так. Вот они меня отправили, кстати, в Китай, я смотрел, как вообще, ну, то есть я многое, что знаю, благодаря теперь этой компании. Хотя я работаю сейчас с разными брендами, в основном у меня французские компании, ну, то есть я больше сейчас с французами все равно работаю по волосам, но у меня есть и русские бренды, хочу там, вот мне, допустим, интересно даже поработать с Калугой Hair. Мне было бы, я знаю, что они там запускают уже какие-то вещи интересные. То есть есть масса возможностей, с кем начать работать, интересно. Просто нужно понимать, кому это продавать. Все-таки начали мозги работать. Творчество прекрасно, мы сделаем все сейчас. Я была свидетелем твоего шоу и видела подготовку этого шоу. Это что-то изумительно впечатляющее. Когда мы приехали сюда домой, в следующий день, их полностью разобрали. Они где-то вот здесь висят, просто уже простые волосы или парики. А все эти конструкции их разобрали, хотя их готовили, реально, мы их съемки сделали, шоу. Слушай, ну реально полгода готовили. Полгода их плели, девчонки, мальчишки. Я, возможно, ну там одну-две показал там направление, что делать, и все. Я сейчас только работаю, как, наверное, мозги искать, что делать. Я мало что выполняю. И поэтому я всегда говорю, мы сейчас параллельно снимаем, ну не сейчас с тобой, а вообще мы снимаем сериал, называется «Про салон». Мы снимаем его на айфон. Что происходит в жизни салона? У нас есть сценарий, у каждого есть свои обязанности, но когда уходят мастера, очень тяжело, у нас сейчас ушли мастера, и мы не знаем, что, как их вывести из сериала, понимаешь, теперь другие проблемы. И вот в этом сериале мы, на самом деле, много шуток есть на то, что романов-то, в принципе, из себя ничего не представляет. За него делают все ребята, но иногда, в тот момент главный, вот о чем я тебе говорил, а найти ребят, которые с тобой по духу, и они будут помогать тебе делать. Которые тебя слышат. Да, и как сказать, что это не мое? Я это увидел, я это придумал, я сказал, как это сделать, понимаешь? В итоге, даже в кадре, я буду последний говорить, я буду выборку делать фотографии. Конечно, это я. Просто сделано это огромным количеством сердец людей, понимаешь? Это очень важно. Это я очень ценю. И арт, это очень больная тема, очень дорогостоящая. Ну вот, да, смотри, давай разберемся. Это очень интересно, я думаю, многих заинтересует. создается некий объект, одна из моделей в стиле арта, ну, в стиле авангард, и ты говоришь, что ее раз, и разобрали. То есть, она сколько может проработать? Очень много. Арт может работать долго, вплоть до того, чтобы пока не закончатся волосы. Волосы на модели, волосы с дополнительной роскошью. Вообще, в арт могут пойти гвозди, топоры, бревна, и все, что хочешь. Тебя могут окунуть в смолу, и это тоже арт, там будет торчать один кусочек волос. Арт, это необъятная тема, и она нескончаема. Это реально современное искусство. Арт, это реально, можно делать музеи, и такие, кстати, есть в Европе. Есть Антони Москоло, Анджела Семинары, Кристоф Гайе, Чарли Лемюнду. Ты, наверное, понимаешь. Это, я не говорю, тех людей, у которых есть музеи, и можно посмотреть на их творчество, за это люди деньги платят. Это, я говорю, ты, наверное, понимаешь, к чему я веду этот вопрос. Это просто моя мечта. Как на этом можно же заработать? Конечно. Это или шоу, или вот ты говоришь, это музей. Мне как-то стало Слеша сказать, что нам нужно музей открыть. Ты знаешь, когда я купил квартиру в Москве свою, одну из первых, там, слава богу, заработал, вот, и когда мы переезжали, с меня ржала вся команда, когда у меня, у меня еще есть склад снимаю, у меня отдельно еще есть склад, где хранятся новогодние игрушки. Там же хранятся волосы, шаньоны, парики, какие-то конструкции, и костюмы. Когда это все разбиралось, наводился порядок среди квартир, переезда и этого склада, мне все ржали. Говорят, боже, давайте сделаем музей Романова. О, это его кастрюльки, а это его волосы, это его, знаешь, меня сильно издевают с него. Это, я хомяк, я все собираю, просто хомяк. Баночка какая-то мне нужна. Возможно, я что-то придумываю, я что-то думаю, что я вырежу. Это мне будет нужно. Какие-то волосы, это оставьте надо. Какой-то пакетик, ты просто хомяк. И вот мне разбирать, вот мне даже... Знаешь, самое интересное, вот что-то выбросишь, избавишься, и обязательно тебе это понадобится. Да так было же не раз. Так было не раз, я всем потом говорил, вы все твари, из вас я все потерял. На самом деле, даже посмотрел, вот мы там сидят в порядок, везде какие-то баночки, коробочки, там что-то все в них сложено. Это еще хорошо, мы в ящики не залезали. А раньше, чтобы ты понимал, до этого корнера, здесь стали баки, 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 все в них складывали, волосы и все. Потом ребята говорят, давайте мы сделаем красивый корнер. И вот мы как бы все, опять же, все делается с командой, все делается с ребятами. Даже мои вещи выкидываются с кем-то, что сам я их не выкину. На самом деле, у тебя здесь прям царит атмосфера такого, знаешь, в фуарах и закулисьях. Я захожу в Инстаграм и вижу... Леня, расскажи, как ты все-таки совмещаешь работу, вот эти огромные, бесконечные процессы и личную жизнь, дом, удается разделять? К сожалению, нет. Вся моя личная жизнь, мои выходные проходят в Инстаграме либо на встречах, либо, опять же, в салоне, но не работа с клиентами, а работа с какими-то деталями. Даже поездки мои... Ну, слушай, я не скажу, что я прям бедный несчастный. У меня есть выходные, я езжу в Крым, я езжу в... Я обожаю Таиланд, сейчас для меня трагедия, что я в этом году не был в Таиланде, я Азию обожаю. Так, Лео, ты не хочешь, да? Ты хочешь играться своей расческой, любимая? Ты знаешь, я... Сейчас у меня думают, что это за расческа? Думают, если я расчесываю и себя, и собаку... Нет, я купил ему отдельно, индивидуально ему, потому что эта расческа идеально расчесывает его пушистую шерсть, это как... А у них волосы как уламы. Достаточно густой, да. И густой, и пушистый, и это идеальная расческа. Но он у меня, знаешь, как я его отвлекаю? Одной бывает расческой чешу, а другой у меня грызет всегда. И поэтому... Кстати, это еще отдельная история одного аккаунта. Салонный пес, это аккаунт нашего пса, который, кстати, там тоже приносит денежки. Ну, это я уже по секретику рассказывал, на самом деле. Вот. Короче, честно, нет, моя личная жизнь, к счастью, на самом деле, не могу сказать, к сожалению. Возможно, кто-то еще подумает, бедненький, несчастный, деток у него нет, вот собачка есть. У меня детей полный салон моих ребят. Я многодетный отец, честно. У меня дети везде, а для моей команды, кто мной занимается, я для них огромный ребенок. Мало того, что толстый, так еще и просто с кучей задач, которые приходят за мной, вытирать везде, убирать за мной какашки, потирать мне задницу и все остальное, честно. Да, живу одной работой, но я счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Вот здесь кроется, наверное, секрет. Слушай, да я на работу, на самом деле, опаздываю, из-за того, что я, бывает, либо проспал, либо мне долго ехать из Красногорска. Так у всех нормальных людей причина. А на самом деле я прихожу с удовольствием на работу. Да, я бываю иногда злой, на какие-нибудь моменты, там, кто-нибудь накосячил из ребят. Я не хочу никого ругать, честно. Ну, бывает, просто нужно какие-то косяки, нужно... Что такое? Что тебе? А, микрофон тебе нужно, конечно. Эта история, на самом деле, она занимает другого Леонида Романова. Леонида Романова дурака, который развлекает таких же дураков, на которых, на которых собираются гнусные комментарии, огромные просмотры, от этих просмотров приходят люди в Инстаграм. Это опять работа. И когда-то это была просто шутка. Я приходил... Тебе же это доставляет удовольствие. Я просто прикалываюсь и рыжу, и говорю, ой, это очень дорого. Я понимаю, даже могу взять в руки там, не знаю, туалетную бумагу и сказать, что она дорогая. А ты хочешь посмеяться? Мне предложили рекламу каких-то салфеток в таком же рассказе про вы очень-очень дорого. Понимаешь? Смешные моменты, главное не похудеть. Слушай, ну я люблю пожрать. Мне говорят, береги свое здоровье. Слушай, да неужели я не думаю сразу? Думаю. И многие думают, что я реально это все жру. Да откуда они знают? Возможно, я показал это видео, откусил, а потом положил и не съел. Но людей это очень волнует. А я сейчас стараюсь отслеживать очень алгоритмы, что люди хавают. Люди хавают. Вот эту ерунду, дебилизм, а профессионализм у них на последнем месте. Потом вот они, туристику им понравилось, они посмеялись. Потом нравится мой вид разобрать. Толстый, красномордый, татуировки на лице, разобрали мой внешний вид. А потом профессионализм. Кто-то пишет, а вообще-то он профессионал. А вообще-то он что-то может делать. Знаешь, там что-то еще. И думаешь, все работает хорошо. Идем в правильном направлении. Вот ты этому сможешь научить? Или это только харизма? Слушай, нет, ты что? Харизма очень важна. И очень важна молодым специалистам. Кстати, ты заметишь, что молодые специалисты очень хорошо начинают все. Потому что большинству нравится молодость. И мне нравится молодость. Я люблю в команду молодых кровушки с них попить, энергии подсосать с них, творчество с них тоже попитаться. Понимаешь? Тоже люблю как раз-таки молодую кровь, чтобы они были в команде. Могу научить, делюсь, не скрываю. И хочу тебе сказать, что у меня много споров в команде. Многие не поддерживают мою, не разделяют мою диалогию. Я их не заставляю это делать. Иди тогда сам, своим путем. Советуйся со мной, там, если какие-то вопросы есть важны. Если ты решил выбрать свой путь и делать сам свою карьеру, я тебе не помешаю никогда. Я никогда никому не помешаю, кто скажет, я хочу вот так, давай попробуем. Раз это, я никогда не скажу там, говорит, а так можно делать? Можно. А это? И это можно. У меня никогда ни слова нельзя. У меня всегда можно. Потому что сегодня нельзя, а завтра это будет модным, и это будет можно. Понимаешь? Поэтому не запрещаю. Хочешь творить, твори. Причем они понимают меня. У тебя очень удачно это получается. Ну смотри, хочешь творить, хочешь вытворять, найди деньги на это. Вот тебе опять возвращаемся. Хочешь заниматься творчеством, найди бабки, финансы и твори. Я для этого позволяю вообще. Хочешь там что-то снимать, переприводи моделей, что-то делай. Модель нужно оплачивать. Помнишь, мы с тобой вначале разговора еще говорили? Опять же нужны деньги. Творчество не разживет без денег, к сожалению. И вот по возможности, что у меня есть, я ребятам даю. С нами был сегодня Леонид Романов, я Ольга Табаленкова и мы увидимся в новых видео на канале Я Парикмахер. До встречи, друзья. Всегда рад быть на таком аккаунте, как Я Парикмахер, потому что Я Парикмахер.